Хотя бы дайте Дагьяру. Тропинка, спадим. И умрем. П***ь, товарищи. Привет, друзья. День трекинга номер 4. День трекинга номер 4. Мы сегодня прям так от души выспались. Время аж полвосьмого. Час не спим, но вставать чуть неохотно. Относительно тепло. И полночи шел дождь такой. Ну, приличный. Да, не знаю, где оно будет. Гора. Она вчера была, ну, чисто камень. Сегодня все в снегу. Дожли не видно, где был снег, а где уже дождь. Мы сегодня что-то совсем с утра протупили, расслабились. Будильник прозвонил в 6. Проснулись без 10,7. Еще час, наверное, валялись. Вышли мы, короче, без 20,10. Сегодня даже после прошедшего снегопада на сварк-дэдвар тоже лежит снег. Вот сзади, наверное, видно. И даже в Декурпохоре на дороге тоже местами лежал снег. Сейчас уже солнце пригревает и становится теплее. Нам сегодня надо хотя бы дойти до Гьяру через верхний писанк. И набрать порядка, если я ошибаюсь, метров 600-700. 600, наверное, да. Если совсем хорошо пойдем, дойдем до Гавала. Там уже набора высоты не будет, но надо будет пройти еще несколько километров лишних. Ну ладно, посмотрим. Ну, я думаю, до Гьяру только сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Прошли верхний писанк. Надо было... Ну, там подзависли. Вок, кстати, снежок лежит. И воды надо было купить. И цены здесь уже начинаются 200 рупий. Ну, за 150 бутылочку взяли. А сейчас, по идее, до Гьяру будет... Ну, что-то типа такой тропы без набора высоты. Непосредственно перед собой деревней. Надо будет набрать сразу 400 метров. По серпантинной тропинке. Да, и в тропинку сходи. Погласим. Нет, так не нравится. Как по-другому надо. Субтитры сделал DimaTorzok Правильно мы сделали, что остановились на ночь в Дукур-Покхаре. Потому что, вот сколько мы идем, не встретили ни одного туриста еще. Ну, за исключением двух девушек, которые только что нас обогнали. Мы с ними пересекались в Бисисахаре, когда искали джип. Здесь начинается подъем уже в Гьяру. Сначала очень красивая стена Мани. Я не знаю, видно на камеру или нет. Вот там вверху находится Гомпа. Это разница в высоте 400 метров. И чесать туда почти 2 километра по серпантинной тропе. Я думаю, мы сейчас дойдем и умрем. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, х**ец, товарищи. Но красиво. Еще, может, все бы ничего, но еще солнце печет прям адски. Как будто на сковородке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам еще нет метров пятьдесят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем мы... Наверное, вообще не видно отсюда. Вон там находится Теноманя. Жесть, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА немного не доходя до гиару находится ресторанчик ну как ресторанчик так кафешечка там воды купили и яблочки по 25 рупий штучка это дорого на самом деле они за не уверен тот ли это сорт но здесь распространен такой сорт яблок как джонсон и именно отсюда эти яблоки поставляются к столу британской королевы а и а и и и и и Продолжение следует... Так, ребята, мы в Гиару. Здесь, если не ошибаюсь, всего три гестхауса. Мы сначала зашли в один. Он, кстати, довольно-таки приятный. Хозяйка сама предложила, говорит, бесплатная комната, если будете ужин и завтрак. Но мы поднялись выше, до отеля на Пурно. Здесь единственная свободная комната. Вот эта. Так себе комната, конечно. Разрядок, ну, как бы, нет. Ну, конечно, ни хрена нет. Даже стола. Ну, тоже, ну, бесплатно. С учетом ужина и завтрака. Здесь. Ну, к таблетке снотворного и с утра, дальше путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...